Украина готовит новые санкции против военно-промышленного комплекса России. Об этом в традиционном вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, под санкционные ограничения попадут иностранные субъекты, которые помогают России продолжать агрессию. Как работают западные санкции, с какими еще экономическими ограничениями Москве придется столкнуться, во всем этом разбирались наши корреспонденты. В России стремительно увеличивается дефицит бюджета. В первом квартале 2023-го казна недополучила около 29 миллиардов долларов. И это при том, что дефицит на весь год заложили на уровне 38,5 миллиардов. То, что дыра в бюджете, вероятно, превысит прогноз, признали и в российском Минфине. Говорят, федерации удалось удержать объемы экспорта нефти и нефтепродуктов, но доходы от этих продаж упали почти вдвое. А отраты на оборонный сектор продолжают расти. Сокращаются ли российские денежные запасы? Однозначно. Во-первых, они тратят колоссальные суммы для удержания на полу российской экономики. Их показатели ВВП снизились, но не настолько, как ожидали многие. Все потому, что государство финансирует оборонные запасы и выдает зарплаты военнослужащим. Эти расходы увеличивают ВВП. В перспективе такой подход не очень продуктивен. Но власти продолжают так поступать. В первую очередь дефицит российского бюджета сказывается на социальной сфере. Сокращать финансирование силовых структур Кремль будет в последнюю очередь, считают эксперты. А потому уже сегодня часть инфраструктурных и социальных программ заморожена. И чем дольше будут действовать санкции, тем меньше средств Москва будет направлять на строительство школ и больниц, дорог и культурных объектов, на образование, здравоохранение и социальную поддержку. Я далек от мысли, что не будут платить пенсии, не будут платить зарплаты. Их в государственном секторе будут платить. Но проблема-то будет состоять в том, что будет активно раскручиваться инфляционный маховик. А когда раскручивается инфляционный маховик, ты можешь продолжать выплачивать тысячу рублей. Но проблема-то будет в том, что на эту тысячу рублей нельзя будет купить то же количество продуктов, которые ты мог купить, скажем, в начале месяца. Чтобы удержать экономику на плаву, Россия пытается обходить западные санкции. Серые схемы экспорта нефти и нефтепродуктов с использованием теневого флота позволяют ей продавать энергоресурсы по цене вышепредельной. В декабре 2022 Евросоюз согласовал прайс-кэп на уровне 60 долларов за баррель. В сеть уже попала информация о том, что ряд индийских компаний приобретает нефть сегодня дороже 60 долларов, 61, 62, 65 долларов, благодаря тому, что существует некий теневой танкерный флот, который обеспечивает поставку этой нефти в Индию для переработки. Одним из направлений санкционных вопросов могут быть ужесточения контроля за кораблями, которые не имеют соответствующих трекера контроля. Усилить контроль над соблюдением граничных цен на нефть и ввести эмбарго на транспортировку российских энергоресурсов в ЕС и Восточную Азию предлагает группа Ермака Макфола. Международная группа представила уже второй документ с рекомендациями по усилению санкционного давления на Россию. Первый план выполнен более чем на 70%. В очередной раз ужесточить ограничения планирует Евросоюз. Одиннадцатый пакет санкций, который, как заявляли в Министерстве иностранных дел Польши, могут принять во второй половине мая, будет направлен прежде всего на борьбу с попытками России обойти ранее введенные ограничения. Валерия Никипелова для телеканала Freedom.